Незнание закона не освобождает от ответственности, напоминает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 22. На очередной пресс-конференции там рассказали об ответственности заявителей за достоверность сведений, предоставляемых при госрегистрации юрлиц. Значительное расширение возможности подачи документов для добропорядочных граждан, к сожалению, является лазейкой для различного рода мошенников. Поэтому одной из приоритетных задач налоговых органов является обеспечение чистоты администрируемой среды и предотвращение экономических преступлений. Для этого под постоянным контролем налоговых органов находится проверка достоверности сведений реестра с целью выявления фиктивных компаний и их ликвидации. С 2019 года 22-й налоговой инспекции в полицию было направлено 18 материалов. По 15 из них возбуждены уголовные дела и вынесены судебные приговоры. Предоставление недостоверных сведений при госрегистрации юрлиц может повлечь и административную ответственность. Привлечение к административной ответственности влечет дисквалификацию руководителя организации на срок до 3 лет. Так, за период с 2019 года по настоящее время дисквалифицировано 91 должностное лицо организации. Инспекторы регулярно выявляют схемы уклонения от уплаты налогов. Это происходит в автоматическом режиме после получения от налогоплательщиков декларации за очередной налоговый период. Когда выявлен налоговый разрыв по НДС, пояснение подается в налоговый орган в электронном виде. Устные показания и бумажные письма не учитываются, так как декларация подается в электронном виде. Среди основных причин расхождения в поданных декларациях невнимательность бухгалтера при заполнении документа или нежелание уплачивать налоги. Однако инспекторы предупреждают, попытки обхода налогообложения обязательно будут выявлены, а виновники привлечены к ответственности. Наталья Гончарова, Виктория Максюта, телекомпания Одинцова.